Народный праздник Поликарпов день отмечается 23 февраля по старому стилю, по новому стилю 7 марта в высокосный год и 8 марта в невысокосный год. В православном календаре это день почтения памяти священномученика Поликарпа Смирнского, епископа. Другие названия праздника – Поликарп, День Поликарпа, Кислые девки, Димьян, Моисей, Александр. Кислыми девками день прозвали потому, что девушки, которые не успели выйти замуж до этой поры, знали, что теперь придется ждать им до самого лета, и в связи с этим сильно тосковали. Святой Поликарп родился около 70-го года, жил в городе Смирне, Малая Азия, и после смерти родителей его на воспитание взяла благочестивая бездетная вдова. Когда она умерла, Поликарп раздал все имущество и начал помогать нищим и больным. Из-за благих делах он был рукоположен в диаконы, а затем и в тресвитеры. После того, как на трон зашел император Марк Аврелий, началось жесткое гонение на христиан. Поликарпа схватили. На суде он безбоязненно признал своим Богом Иисуса Христа. За это его приговорили к сожжению на костре. Останки мученика горожане с почестями предали земле. В Поликарпов день кислые девки тосковали по замужней жизни и прятали свои наряды и приданное в сундуки до лучших времен. Однако весь день девушки грусти не предавались. В этот день совершалось множество обрядов на привлечение женихов. С позаранку девушки заводили опару на пироги, которую ставили в теплую печь и как только опара начинала подниматься, киснуть. Брали наперсток, который использовали при шитье приданного. Трижды черпали им кислое тесто и приговаривали слова на любовь определенного парня. Еще девушки незаметно всех вметали ссор с улицы через порог избы и заметали его в передний угол со словами. Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи из чужих дворов. Из поставленного кислого теста девушки пекли пироги, которые брали с собой на посиделки с другими кислыми девками. Считалось хорошей приметой отведать такого пирога, приготовленного чужими руками. Это обещало близкое замужество. После посиделок проводился еще один обряд. Для него девушки выходили за околицу селения, набирали в подол сарафан и снег и пололи его, то есть перебирали и выбрасывали обратно в поле. И приговаривали, полю-полю проса на девичью косу, где мой женишок, там собачка взвой, подай свой голосок. И считалось, что если после этих слов девушка услышала собачий лай, то в девках ей осталось быть недолго. Наши предки говорили, туманный день к дождливому лету. Если сорока под крышу в этот день прячется, то скоро начнется метель. Если слышно крик Тетерева, значит скоро потеплеет. Тот, кто родился в этот день, наделены особой красотой. Им понятен язык птиц, носить им следует ямшу и халцедон. 8 марта именины у Александра, Алексея, Антона, Демьяна, Михаила, Ивана, Поликарпа, Сергея и Николая. Пусть ваши знания, дорогие друзья, будут только самыми добрыми. До новых встреч!